Кир Баучев Игорь Можейко. Он родился 18 октября 1934 года в Москве. После выпуска из школы Игорь попал под комсомольскую разнарядку и поступил в Московский государственный институт иностранных языков. Диплом о его окончании молодому человеку вручили в 1957 году и отправили его в качестве переводчика в Бирму. Через два года он возвращается в родной город, поступает в Академию наук, где продолжает изучать культуру восточных стран. После окончания учебы остается в этом учебном заведении в качестве преподавателя истории Бирмы. В 1965 году Можейко защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 – докторскую. В научном мире он известен именно как автор трудов по истории Юго-Восточной Азии. Параллельно с основной деятельностью ученые публикуют свои статьи в журналах «Азия» и «Африка. Сегодня» и «Вокруг света». В 1961 году он написал рассказ под названием «Маунг Джо будет жить», ставший его дебютом в художественной литературе. В 1965 вышел новый рассказ талантливого автора, который назывался «Долг гостеприимства». На этот раз он был написан в жанре фантастики. Это произведение он подписал псевдонимом «Маунг Сен-Джи». Все последующие его произведения уже были подписаны псевдонимом «Кир Булычев», который получился от соединения имени его жены Киры и фамилии мамы Булычева. Ему пришлось подписываться псевдонимом, потому что его могли уволить с основной работы, так как писательство расценивалось как нечто несерьезное. Книги Булычева быстро нашли своего читателя, у него появились первые поклонники. Все произведения писателя были успешными, но особой любовью поклонников пользовалась девочка Алиса Селезнева, обычная землянка, попадающая в разные ситуации, из которых всегда находила выход. В книгах ее спутниками становились разные герои, но чаще всего она отправлялась в путешествие с папой, Игорем Селезневым, их общим другом со смешным именем Громозека. В 1985 году Кир Булычев написал очередную повесть об Алисе, заповедник сказок. На этот раз девочка отправилась не в далекую галактику, а попала в мир сказки. Впоследствии об Алисе снимут множество фильмов, среди которых самую большую популярность получат гости из будущего. Лента вышла на экран в 1984 году и мгновенно стала популярной. Всего Алисе посвящено более пяти десятков рассказов и повестей писателя. В 1982 году писателя наградили Государственной премией СССР за создание сценария в картине «Через тернии к звездам» и мультипликационной ленте «Тайны третьей планеты». Именно тогда и раскрылось настоящее имя писателя, но с работы его никто не осмелился уволить. Былычев стал автором еще одного популярного цикла трудов – «Великий гусляр», состоящего из юмористических рассказов и повестей о жителях одноименного города. Естественно, город был вымышленным, его персонажи появляли в самых разных произведениях писателей. Главная особенность этой серии – отсутствие главного героя. Вступительную повесть автор назвал «Связи личного характера». В начале нового века Кир сказал, что работа на серии полностью завершена. К существующему сюжету больше нечего добавить, и он полностью исчерпан. Пользовались популярностью и книги Былычева об Андрее Брюсе, агентика-космофото, которого автор описал в двух произведениях. В 1989 году вторая книга была экранизирована. В другой серии «Река Хронос» Былычев обращается к исторической тематике. Центральные персонажи произведения легко перемещаются во времени. Они побывали в разных эпохах, чтобы понять, что повлияло на развитие Растии и можно ли повернуть ее в другом направлении. Нашлось в этом произведении место и Бирме, где автор работал продолжительное время. Два рассказа из этой серии посвящены стране и легион, которой и есть прообраз Бирмы. Писатель создавал свои произведения не только в фантастическом жанре, есть у него и драмы. Режиссер Андрей Росинский попросил Былычева написать пьесы для театра «Лаборатория». В 1997 году писатели вручили награду «Аэлита». В 2002 году он стал кавалером ордена рыцарей фантастики. Былычев состоял в Творческом совете изданий фантастики под названием «Полдин. 21 век» и «Если». Писателя не стало 5 сентября 2003 года. Смерть наступила от онкологии, с которой он боролся долгие годы. В следующем году он был награжден посмертно премией братьев Стругацких за очерки из серии «Падчерица эпохи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова